Открытое правительство и экспертный совет при правительстве Российской Федерации очень много времени уделяет как раз системной работе с госкомпанией. Это и ДПРы, и ПИРы, и инновационные КПИ, поэтому то, что счастья нет, по словам Олега Владиславовича, мы видим отчетливо и на системном уровне. Но дело в том, что дьявол действительно в деталях. То есть, с одной стороны, создали ПИРы, более того, усовершенствовали содержательные требования к ним, но менеджмент не заинтересован. Следующий шаг. Мы внедрили инновационный КПИ с действительно с большим весом, от 10 до 25% в общем объеме стимулирующей части вознаграждения, но что мы выясняем, что краткосрочный фокус, потому что контракты менеджмента, как правило, не более трех лет, а совет директоров, как правило, год. Следующий шаг, соответственно, рекомендации по вознаграждению. То, что Василий Сергеевич сказал про отложенные выплаты, про все вот эти инструменты долгосрочного стимулирования, и это, кстати, один из выводов национального доклада, как раз это следующая задача, и главное не снижать, соответственно, темпов и траекторию не менять. Дальше у нас какая задача еще? Вырастить заинтересованность первых лиц, не директоров по инновациям, а первых лиц и директоров по производству. Соответственно, возникает идея декомпозиции инновационного КПИ на весь топ-менеджмент, чтобы каждый чувствовал, соответственно, свой вклад в эту деятельность. И вторая образовательная задача, как вырастить новых Грефов и Савельевых. Опять же, рекомендация этого у нас доклада – это образовательные программы на самом верхнем уровне для топ-менеджмента крупнейших корпораций, чтобы они, собственно, понимали, что нет пути назад, и инновации должны стать, собственно, флагманом их управленческой деятельности. Поэтому к чему я веду, что делаются правильные вещи, как нужно ускоряться в этом направлении, не менять траекторию, сохранять системность. Поэтому мы очень поддерживаем идею, в том числе, которую сейчас Алина Славовича сказала, про идею приоритетного проекта. И одной из основных задач, в том числе, должен быть мониторинг как раз дэшборда, приборной панели инноваций на самом верхнем уровне. И декомпозиция этих показателей. Потому что, да, есть большое количество показателей в стратегии инновационного развития до 2020 года. Мы пытались максимально в рамках совместной разработки доклада гармонизировать приборную панель, предлагаемую с КПС-стратегией. Но выделили более сфокусированные несколько крупнейших направлений главного удара. И нам кажется, что следующим шагом, конечно, должно быть включение в приоритетный проект на базе федерального проектного офиса, как раз мониторинг декомпозированной панели с выделением вклада конкретного ведомства или большой крупной организации в достижение этих показателей. То есть уход от единой солидарной безответственности до конкретно измеримых показателей, до крупных предприятий. И второе, тоже отличие этого у нас доклада от предыдущего, это, возможно, все-таки его практическая применимость, которая должна выразиться в перечне поручений правительства. Мы надеемся вот кого-то согласовать, соответственно, представить. И следующий доклад тоже, соответственно, должен иметь еще более высокий фокус на практике. Поэтому, собственно, еще хочу в конце призвать к активному участию в обсуждении этого доклада. Он вывешен онлайн. Все комментарии, и мы точно это гарантируем, собираются, обрабатываются и ложатся в основу будущей ли повестки или изменений в текущую проектную версию, когда она в стадии проекта. Поэтому вот в завершении хочу всех, конечно, призвать активно участвовать, смотрите и комментируйте. И мы действительно пытаемся создать системный продукт для актуализации повестки инновационной в дальнейшем. Спасибо. Продолжение следует...